Всем привет! Привет, ребята! Так, ну что, надоело мне уже нубить, уже вот моя, знаете, несбыточная мечта пройти кью. Вот сегодня пытка-не пытка, попытаюсь его пройти. Всё-таки уже пора, наверное. Конечно, там с прошлых попыток у меня особо сильно ничего не поменялось, да? Ну что я тут могу вам сказать? Так, основные герои у меня, в принципе, всё осталось так же самое. Единственное, что, да, тут как бы такие, вторая снова, да, тут 6,9. Ну, единственное, что вот сегодня подкачал немножко друида. Подкачал бы я всё это дело намного больше, но вот тут недавно, да, наконец-то взял, подкачал синий гарнизон, да? Тут 4 героя с нуля поднял до 120 уровня, там кинул им, конечно, этот навык на 4,9, да? Теперь у меня в гарнизонах троечки стоят. Ну, не знаю, как это поможет мне или нет, но в любом случае пытка не пытка, да, но ресурсиков пришлось на это дело потратить. Думаю, ну да ладно, потом в будущем пригодится. Так, ну хотя мог и потратить на прокачку какого-то основного героя, наверное, там шапку кинуть, там, на 7,9 или фараона. Ну да ладно, мы не печалимся. Так, бомбы расставил. Будет 2 попытки на 2 расстановках, на моей основной и на угловой расстановке. Так, ну что тут-то полетели, давайте-то включаем Q-волну, посмотрим, как меня сейчас будут крушить тут, избивать, издеваться. Измываться, издеваться, ну не знаю, ну как-то так. Не знаю, тут уже, знаете, такая вот идиотская мечта, но на самом деле надо как-то стремиться, проходить новые какие-то волны, да. Но пока нету вампира или того же Деда Мороза, это трудно осуществить, да. Не знаю, фараона качать сильнее, что ли, на семерку, да. Или шапку следующую качать буду, ну пока не решил. В принципе, всех нужно качать, и бога грома качать нужно, он мне довольно хорошо помогает в королевской битве. Да, ну, надо решать, надо искать варианты. Так, ну что, давай-то тут уже быстрее снеговика вырубайте. Ну чем мне помогут эти гарнизоны, да, ну в плане, я имею в виду синих гарнизонов, чтобы у меня башни станели всех. Да, они иногда задерживают эти входящие войска, да, и тыкве не приходится там долго кого-то догонять, она сразу останавливается и начинает бить и разгоняться, да. Да, это, наверное, для меня самый основной плюс. Хотя, с другой стороны, у меня сейчас там стоят руны, кажется, там что-то, каменная кожа, наверное, сейчас на ней стоят руны. Можно, в принципе, поставить ей ускорение, эти ботиночки, да, чтобы она быстренько бегала. Но я думаю, с ее быстреньким бегом ее быстрее вырубят. Особенно с ее, знаете, характером, когда она прется туда, куда не надо. Ну да, ладно. Так, ну что тут? Пока что у нас все в порядке. Ну, я думаю, наверное, после Q2 или Q3 у меня тут весь центр уничтожат. Что касается центра, ну, тут у меня все здания максимально прокачаны. Но все равно, как видите, не сильно мне это помогает. Но в любом случае надо стараться прокачать всегда центр. Центр ставить именно те здания, которые лучше всего прокачаны, у которых больше всего здоровья. Да, конечно, вместо магических башен я вообще могу поставить сюда еще какие-нибудь тут, не знаю, хранилища, там, где хп побольше, здоровья, да, поприкалываться, посмотреть, что будет. Да, потому что, на самом деле, уже видите, на Q3 у меня остается только две башни. Да, и это печально. Печально. Так, ну что у нас тут? Друид жив, фараон жив. Кого у нас тут вырубили? Шапку вырубили. Ну, конечно, шапка у нее меньше всех здоровья, хотя, знаете, меньше всех здоровья. Просвещение там плюс 30 тысяч добавляет. Так, мне кажется, тут я сейчас и тыкву, наверное, потеряю. Давайте, быстрее. Ну, помогайте. Да, тыкву я, кажется, потерял. Да, конечно же, если бы у меня были руны оживления, воскрешения, то это, на самом деле, я думаю, мне несказанно, помогли бы они, да, то есть, тыкву убили, она, бац, родилась и снова бежит, короче, всех крушит и разгоняется. Но, как видите, я тут даже до босса не смог дойти. Многие говорят, что нужна угловая расстановка. Ладно, есть там у меня такая угловая расстановка. Давайте ее тогда тут включим. Я ее по-тихому украл у Рылева, вы, главное, ему ничего не рассказывайте. Ну, конечно, отталкиваясь от своих героев, предпочтение, я немножко ее изменил, сделал так, чтобы там можно было бомбочки поставить вовнутрь. Ну, вроде, знаете, тут тоже зависит от перестановки зданий внутри, да, тут зависит, будут вам забор, ломать не будут. Ну, вот сегодня вроде тут по волну нормально проходил, да, и вроде ничего не ломали. Так, давайте тут бомбы расставим. Ну, что-то чувствую, что попытка эта не увенчается удачей. И, к сожалению, и дракона нету, да, я не говорю уже о вампире или Деда Морозе. Да и вообще, в принципе, героев, наверное, надо качать. Так, бомбы расставил. Единственный тут вопрос вызывает, да, что вот тут шапку я поставил вниз. Ну, при прохождении П волны ее никто не убивает. Ну, на Кью, конечно, ее, наверное, рубанут самую первую. И было бы логичнее, возможно, поменять ее местами с Друидом. Но, с другой стороны, если шапку убьют, да, то я еще это переживу, наверное. А вот Друид, я думаю, он будет немножко понужнее, да, потому что он лечит. И, как бы, лучше, чтобы он остался подольше всех, да. Ну, не знаю. В любом случае, конечно, можно тут чередовать, менять героев местами. Смотреть, что и как лучше будет получаться. Ну, что, давайте включаем, посмотрим очередное мое поражение, да. Конечно, последние тут уже недели две ленился активно играть. Из-за этого у меня, наверное, маленький прирост в виде кристалловых героев, да. Ну, понемножку там квестики проходятся, да. Кристаллики героев растут, мест 4-й фармится, да, какие-то бонусики ты получаешь. И понемножечку прокачиваешь, игра идет, не стоит на месте. Так, ну что, вроде тут ничего не ломают. Эти роботы пошли, тут гуляют. Так, ну что, тут первая пачка ко мне уже приближается. Так, ну что, посмотрим, поможет ли мне угловая расстановка пройти или нет. Ну, давай, разгоняйся. У тебя берсеркер стоит или что? Давай, разгоняйся быстрее, ну. Так, ну, Q1 вроде пережили. И даже без потерь. Неплохо. Да, ну тут, конечно, друид застрял. Тут что-то лезет, пыжится, пыжится. Да, тут бывает, что вот у меня шаман тоже один раз тут встал и давай там пытался эту золотую, золотое хранилище уничтожить. Да, у него ничего не получилось, но время все-таки, время, время драгоценная вещь. Задерживает время. Тут пачка снизу появилась. Ну, пожалуйста, только тыкву не убейте. Руслану повезло, Кудрину, Кудрину, да, там, 50 оттенков серого. Ну, да ладно, он собрал себе сет из руны оживления, да, поставил на тыкву. Теперь хвалится мне каждый день, говорит, тыкву убили, она бац, переродилась и давай опять разгоняется. Это, на самом деле, очень сильно помогает в прохождении босса, да, у меня вообще нету ни одной руны оживления, да. Ну, конечно, я не буду, наверное, берсеркер свой 5 из 5 менять на какой-то талант оживления, да, если он мне выпадет. Хотя можно, конечно, было бы попридуриваться, но все-таки, я думаю, берсеркер будет понужнее моей тыквочки. Так, ну что у нас тут? Q3 волна пока что живые, даже все разогнанные, но тыкву у меня опять. У нее такие, знаете, уже меньше половины здоровья, да, скоро начнутся предсмертные какие-то конвульсии, да, ну, не знаю, посмотрим, посмотрим. Поможет ли мне угловая расстановка или нет? Но в любом случае, я думаю, что уже начиная с Q волны, да, надо это все дело фармить на угловой расстановке. Так, тыкву мою убили. Ну, все тогда, в принципе, надежд пройти у меня не остается. Была бы еще тыква. Ну, могу я поставить талант стойкости, да, можно, конечно, попробовать этот ожог, да, я взял эти руны ожога, прокачал на второй уровень, да, и как Крылев советовал. Ну, тоже один раз попробовал, но что-то все равно, никакой разницы сильно я не увидел. Да, ее, конечно, там, возможно, бьют меньше, но в любом случае надо будет поэкспериментировать, попробовать с рунами, что будет полезней, да. Так, у меня, в принципе, выше двоечки двух из пяти руна, ни одной руны прокачанной нету. Ну, пока что стараюсь в королевской битве шахты прокачивать. Так, ну что, ну давайте, ну давайте без тыквы, вы же мужики, давайте, покажите, что вы можете. Ну, в принципе, да, если бы у меня сейчас еще была одна попытка, да, то если бы тыква сейчас у меня, ну и в принципе все возможно пройти. Я думаю, что нужно просто побольше сейчас попыток на все это дело потратить, именно на угловой расстановке, тогда, наверное, у меня все получится. Интересно, у меня сейчас вообще есть эти, как его, попытки прохождения нету, нету, ничего мне не падало с места, да, таких бонусов, да, чтобы волны проходить. Ну да ладно, ладненько, давайте попробуем тогда уже в следующий раз в следующем видео. Поставлю, наверное, тыкве руны ожога, поэкспериментируем, там на двоечку их прокачал. Поможет это все дело, не поможет. На этом все, очередные приключения нуба, вы были тому свидетели, но в любом случае, как видно, на угловой расстановке уже шансов у меня как-то прибавилось. Я бы хотя бы дошел до босса, если бы тыкву не убили, ух, наверное, наверное бы прошел бы. Ну да ладно, всем счастливо, пока, удачи и побольше вам чего-нибудь там. Ладно, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok